коллеги мы в челябинске я сегодня в рамках экспедиции ритейлами и возможность поговорить достаточно такой большом коллективом коллег который мне расскажет о том как развивается сейчас сеть спар в челябинске и как региональный ритейл поживает именно здесь коллеги добрый день у нас здесь каждый постепенно уже представится и расскажет чем именно а еще знаете как помимо того чем именно занимаетесь уже сколько лет вы в ритейле в целом и откуда как вы пришли в этот ритейл если можно все-таки эти вещи всегда интересно понять какие же пути привели ваш вас именно в наш такой активно развиваешься рынок ритейлер начнем с вас в общем-то собственно в ритейле работаю достаточно давно если быть точнее ориентировочно с 2004 года начинала свой путь с директора магазина была тогда-то торговая сеть незабудка у нас в челябинске когда насчитывалось лишь 100 магазинов далее в 2006 году пришла работать компанию молния где в общем то сейчас и нахожусь вот мой путь 2006 года также собственно начинала директора магазина и далее в общем-то росла по карьерной лестнице сейчас занимаю должность директора по капитальному строительству и эксплуатации в такая интересная у меня должности работа в том числе чем занимаюсь в общем-то всем понемножку это и проектная работа и развитие и эксплуатация и какие-то закупки ну и вообще в целом все что касается так скажем расходной части до компании кратко на ветре в ритейле директор по производству именно ритейла наверное уже будет 15 год то есть прям и после окончания образования до получения шел бритейл с повара со всех должностей линейного персонала шел ступеньками работал казахстане себе по россии тоже сам с юга здесь сейчас вот уже два года развиваем очень интересные проекты у нас мы еще поговорим да 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 марик здравствуйте руководитель службы товародвижения начинала я аналитика розничной сети затем росла руководитель ревизион аналитического отдела и в принципе около года сейчас занимаю должность руководителя службы товародвижения компания меня вырастила занимаюсь компанией обеспечением нашего покупателя товаром то есть это работа автозаказа и в принципе закупки товара от поставщика и доставка этого товара в нашем магазине я директор по маркетингу в ритейле я 2009 года пришел в компанию молния потом у меня был небольшой перерыв я поработал бытовой технике электроники сейчас я отвечаю за маркетинг это все что связано с продвижением с продажи рекламных возможностей с лояльностью с аналитикой широкий на самом деле как показывает практика меньше у нас технологии становится маркетинг только на речь наращивается только успевает следить да именно так и это интересный момент потому что иногда недостаток внимания к маркетингу приводит так что ну что очень такой серьезная разница между простыми игроками ну условно простыми да и вот масштабными да и это очень часто прослеживается но не всегда ну что что у нас такая знаете я я понимаю кому в первую очередь рисовать рисовать те вопросы которые у меня подготовлены но надо понимать что я понимаю что часть проекта процессов так или иначе у вас там садитесь вместе и обсуждаете а вообще вот если немножко по управленческим моментом поговорить условно как у вас обычно заведено там оффлайн онлайн часто не часто собираетесь какая-то регламентная история когда вы точно садитесь и что-то обсуждаете процессным образом в этом году запустили совет директоров даже не в этом а в прошлом году еженедельно каждый четверг мы встречаемся у нас есть определенная программа мероприятий которые мы запланировали точки зрения того что каким добиться да и там обсуждаем плюс какие-то вопросы которые возникают и тоже требуют решение тоже там обсуждая большая часть менеджмента на ней присутствует получается регулярно выделять на нее время конечно попробуйте не выделить кто-то у нас через там skype это на самом деле очень важно принимать решение именно в команде и наверное как раз начиная с прошлого года да мы так усиленно взялись в эту историю вот и в общем-то пытаемся все вопросы как бы принимать именно коллегиально решать но на самом деле как показывает практика когда все понимают в каком направлении движемся они каждым занимаются становится более сопрозрачной понятно почему так происходит ну что ж давайте сейчас все-таки уже вернемся непосредственно к самим магазинам магазина заметно много то есть нам есть и сразу и реклама видно это знаете отдельный момент когда в рамках экспедиции retail я заезжаю очередной город начинаю смотреть к ваш кто же меня первый встречает по баннерам меня встретил как раз спам вот это отдельный момент кстати такой же баннер я увидела раньше в златоусте это ведь единая такая да 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 что сейчас представляет собой сеть сколько магазинов какие форматы в активно поддерживаете и все-таки немножечко историю молнии спару чтобы вот именно в молнии и спар прозвучала вашу ставь наверх или вопрос до молния как торговая сеть начала свою деятельность с магазина самообслуживания 1 магазин самообслуживания в городе челябинске магазин панорама магазин существует и на сегодняшний день достаточно успешно работает это магазин формате у дома открыт он был в девяносто восьмом году и как раз в этом году до нашей компании отмечает 25 лет поэтому мы на год старше ритейла руда ну в общем то в девяносто восьмого года мы начали активно развиваться это был бренд молния компания развивалась мультиформатно и сейчас в том числе имеет несколько форматов с 2011 года было принято решение в общем то приобрести лицензию спар а для того чтобы начать какую-то новую страничку в истории региональной сети что такое спар спар на сегодняшний день все-таки это одной из самых крупных оперативных сообществ независимых ритейлеров это колоссальный опыт это технологичность это возможность поделиться огромным объемом информации безусловно на вступление в тот год когда мы приобретали цензию спар в том числе была тема коллективных закупок как-то нужно было в общем-то выживать конкуренция росла федеральные сети заходили на территорию нашей области и в общем-то в 2011 году был открыт первый гипермаркет спар в россии есть мы первые кто открыли гипермаркет спарку об этом я не знаю соответственно еще одна галочка которая про первые можно сказать мы открыли первый спар в россии в 2011 году и ориентировочно до 2013 года мы активно занимались изучением рынка это разные территории разные материки то есть от китая до соединенных штатов разрабатывали концепции стратегии в общем то переносили это все на рынок нашего покупателя потому что конечно наш покупатель он отличается это все-таки больше там такой рабочая область заводы в какой-то момент это были шахты шахтерские поселки городки и так далее то есть здесь на территории челябинской области живут и трудятся именно труженики вот с 14 года с конца 13 сначала 14 года началось активное развитие сети магазинов спар вообще в целом получается да вместе на сегодняшний день это 8 гипермаркетов работающих это 18 супермаркетов и 49 магазинов те которые работают формате у дома или формате экспресс то есть работаем мы в четырех форматах гипермаркет супермаркет магазина у дома и магазины формата экспресс это магазинчики с торговой площадью там 155 от 130 до 180 квадратных метров такие вот малышки есть целом получается если говорить про магазины то спаром было открыто с нуля 57 из 75 а все остальное это ребрендинге все реконструкции из молнии спар на сегодняшний день 74 магазина из 75 работают под брендом спарк и остается один магазин под брендом молния это ряда с фонарами нет это как это в городе коркино находится он да в общем то здесь мы последний магазин который нам нужно реконструировать ребрендировать и принять решение о том что мы собственно продолжаем свою работу до в каком формате с каким подходом то есть вот единственный магазин в котором осталось поработать такой вопрос всегда для коллег в ритейле больная тема что есть устоявшийся бренд все-таки к 11 году это уже более десяти лет такой серьезного присутствия молнии на сцене скажем так критеринской области да и получается в какой-то момент приходит иностранное название так красивые магазины это другие вот как этот переход происходило чем насколько больно было отказывается от слова молния ну хотя бы не убрали молния саму нет присутствует я смотрю во всех заголовок на периодически присутствует да мы собственно периодически думаем оставить либо собственно пускай либо убрать но понимаем что жизнь меняется и наверное пускай же это будет пока вот в пару молния вот достаточно лояльно наш покупатель отреагировал на смену бренда мы объясняли рассказывали что это молния и мы становимся лучше мы становимся успешнее мы становимся удобнее вот поэтому на самом деле переход был достаточно плавный без каких-либо потерь то есть покупатель сохранил свою лояльность если вам как раз касаемо маркетинга да вот это это не тривиальная задача все-таки на элемент наше все и зачастую кстати очень интересно я уже сейчас по челябинской области вот да по челябинской области я проехала парус молния вот какие-то такие вот прям очень много таких вот названий которые вот прям конкретно отнесящиеся к чему-то там ну нет вот этого из лишь а еще там уже словила момент связанные с тем что первая буква фамилии там аир там вот это но там есть фамилии которые собирает в итоге в наимен да вот все-таки то есть тот комплекс мер которые вы делали для того чтобы у человека с одной стороны не возникло отторжение к новому магазин опять же понимаю что они красивые другие все-таки или там перестан перестал себя чувствовать человек человеком который может посещать такие магазины вот как вы как человек который к маркетингу близко вот обозначал какие обязательные были мероприятия до 100 процентов можно было не бояться что потребитель уйдет на самом деле не боялись потому что мы делали лучшим то что было хорошим поэтому было не страшно покупателям не объясняли это по-разному у нас были и брейфинге и средств от массовой информации и мы активно рассказывали и почему мы переходим что такое спа вот и основные ценности спа да то есть мы старались об этом активно говорить что они получают вместе с этим брендом пара была соответствующая поддержка поэтому что мы просто использовали определенные алгоритмы рабочие не сработали я понимаю что ничего стра динарного на каждый раз но все равно в тот момент этот классический там билборды обеззначение как бы раз условные листовки в подъездах никто не отменял да и работы такие инструментарии работает сейчас для нас вот одна из задач как раз текущего года это получше разобраться в том что на что работает кто на что клюет и как индии привлечь и я так скажу что используя как бы инфраструктуру программы лояльности мы но как бы лучше понимаем как люди реагируют на наше предложение через эти активности которыми там запускаем с точки зрения как бы внешней и сопутствующей истории там того опционного промо в том числе там и вортов которые изменили у нас тут стратегия какая мы понимаем но определенное давление и важность для покупателя информации по ценам поэтому мы просто делаем такой объем активности цена выдают увеличение цену цену на уровне рынка на уровне ключевых игроков мы отслеживаем то сколько чего покупает какого эфирного времени что он там показывает ежеквартально мы смотрим что изменилось у основных игроков и корректируем с этим свою деятельность вот все это как бы там довольно таки регулярная тоже стандартная работа я могу сказать но основной потенциал который мы увидели который влияет прямо в моменте сразу ощутим это активность из программы лояльности поэтому сейчас туда погружаясь спасибо большое поговорили немножко про марки вообще начали про то как меняется но когда менялся покупая как когда менялись магазины но все равно вас вот уже сказали что были уже хорошие магазины еще более лучшие стали все-таки сейчас давайте поговорим о количестве скаю сколько сейчас уже на текущий момент вы держите постоянную матрицу если можно немножко разблюдафки по например вот в таком-то формате у нас только-то в этом и столько-то и каков сейчас средний чек по сети для понимания общей картины как живете да марин да у нас как мы ранее говорили мультиформатная сеть и у нас есть гипермаркеты у которых матрица постоянно около 23000 скаю постоянного ассортимента магазины формата супермаркет имеет матрицу около 14 тысяч скаю есть у нас супер супермаркет менее поменьше формат меньше площади здесь у нас 11000 скаю и магазинчики экспрессы экспресса у дома они у нас градируются на четыре формата и они имеют матрицу от шести с половиной тысяч до трех тысяч тогда уже не 4 ты тоже порядка 7 8 7 матриц которые надо регулярно отслеживается разбираться понимаете какой потребитель ходит и еще в них наверняка зависимости от города делать что какие-то свои подсортировки как с этим справляетесь с этим работает у нас очень плотно коммерческая служба у нас есть категорины менеджеры которые конечно же распределены в развитие категории и они очень глубоко разбираются в своей работе и понимают какой покупатель у нас в каждом формате и какой товар ему важно представлять можно ли увидеть может быть какие-то выпад подскажете вам пришлось серьезно пересматривать каком-то городе это матрицу потому что вот не зашло у нас есть магазин в первоуральске свердловская область и здесь как раз таки очень сильно отличается сам потребитель сам покупатель и конечно же матрица потому что локальные бренды решают все и хлеб который берут у нас в челябинске не будут брать в первоуральске это сколько километров от челябинска около 400 я думаю 400-500 километров от челябинска а если говорить вот как раз уже затронули тему локально сколько про какой процент производителей вот именно локальных достаточно широко представлен это и молочные продукты хлеб колбаса мясо птицы и очень много много товаров которые у нас именно поставляется локальными поставщиками наш край богат в том числе сельским хозяйством и покупатели наши любят локальные бренды если говорить в каком-то процентном соотношении ну так как мы продуктовая сеть конечно у нас больше половины ассортимента это продукты и большая часть этого ассортимента это локальные поставщики если говорить про товарные которые приходится закупать это конечно же есть такие товары у нас они покупают по той причине что они у нас просто не производится экзотические фрукты например или морепродукты далеки к сожалению от морей мы их закупаем у поставщиков из других регионов и нашему покупателю обязательно даем выбор и могут выбрать как локальных поставщиков так и из других регионов ну знаете переходя от производства коврющее ассортимент так или иначе уже очень логично с дмитрием поговорить мы вчера уже взглянули в один из ваших гипермаркетов который находился в мясе очень порадовало то что воскресенье вечер и у меня получилось в принципе вот если бы я была в тот момент вот классическим хозяйка которая вечером с озера тургаяк да с озера тургаяк возвращается домой условно я бы вернулась с полной корзины потому что там на самом деле было все и кстати отдельный момент это знаете каждый раз люблю заходить в магазин и наблюдать как потребители местные ну и что и как набирают и данном случае я прямо узнаете порадовалась за вашего покупателя вообще за то что магазин такие покупатели есть а именно женщины набирала там 7 стейков лосося порадовались между тем она потом меня еще дожидалась когда там со мной занималась ваш продавец и далее она уже перешла к стейкам мясным и уже видно что явно это постоянно ваш покупатель дмитрий вот как сейчас нам листать еще и жара 38 как справляетесь во первых вообще расскажите как у вас сейчас устроено собственное производство как вы в семи форматах умудряетесь реализовывать задачи готовой еды вообще во что сейчас максимально вы инвестируете усилия какие вещи максимально притягивать потребителя у нас в ряду всех форматов которые марина есть разделение на полные циклы пекарни и объекты так называемые спутники куда могут из полных форматов у нас или 25 полных форматов туда ходит гипермаркет и супермаркет и есть пекарни которых вы входят в формат экспресс магазинов и полный цикл пекарень то есть хлеб от замеса до выпечки есть форматы пекарень которые работают на замороженной полуфабрикатах уже и магазины спутники в которые мы возим из вас то есть определен несколько вас в которых мы готовим продукцию и везем на малыши на нашу гадость экспресс-магазины какая цель какая миссия обеспечить услугой потребление готовой еды возможности купить этого и готовую еду в наших магазинах значит ну наверное не секрет что сейчас да как бы есть тенденция определенного роста данной категории она всецело наблюдается это их вами было на конференция собственно образуется как конкретное преимущество обозначено и аналитика нельсона было мы не уступаем этой этому тренду в некоторых шагах делаем даже успешнее ну как бы прорывы что сказать по поводу ну наверно организация здесь все а вот там сложности которые как этим всем управлять да действительно это требует на определенных наверное дополнительных пониманий тонкостей покупателей потому что вот мясо да вы говорите о мясе которого заехали в летний период это курортный и там действительно спрос меняется то есть мы там добавляем и штат персонала да и привлекаем там очень качественно кстати в этом городе отрабатывается с учебными заведениями студенты которых к нам приходит работать дальше и там вот традиция передачи ремесла кулинарного да она как-то там присутствует вот поэтому я считаю что задачи справляемся насчет там матрицы если говорить насчет матрицы ассортимента то на текущий момент у нас матрица по собственному производству насчитывает около 1600 искай которые конечно делятся присутствие локальных каких-то аспектов объектов сезонные присутствуют праздничные никто куличи паскуда если говорить про ну понятно что сложности практически все плюс-минус одинаковые это количество людей в первую очередь до которые могут отработать но если говорить именно про упакованную готовую еду как в этот раз и вообще сколько доля у вас сейчас собственно производства ну вот в продаж если это может поделить и насколько там вот этой истории упакованные не упакованные да сейчас там борется и там отвоевывает часть процентных значит ну мы знаем общий тренд очень качественно считаю следим за трендом который столица наши да это уже есть аналитические данные по этому поводу у нас покупатель еще не переходит вот в такой степени я сейчас даже разверну этот вопрос более детально в такой степени как будто столичном регионе значит мы ввиду дефицита ресурсов да это не секрет это общая общий тренд отсутствие рабочей силы пошли на коллаборацию наших возможностей реализации и контрактных производств то есть которые так называемым стм но не в чистом виде стм а стм который мы контролируем который мы можем свои технологии дать туда и там просто процесс сделанный продукт уже поступит к нам это златоусте находится фабрика кухни которая нам упакованную еду как раз таки и поставляет на ряд магазин мы запустили его относительно недавно в марте месяце запустили упакованную еду до этого мы сами производили упаковку еды то есть да действительно упаковано она удобнее покупатель и чувствуем что он начинает это потихоньку переходить и адаптироваться к этому особенно когда это комплексное предложение ну которая закрывает услугу там обедать быстро там перекуса да вот и с учетом текущие ассортименты которые насчитывают в категориях готовой еды 36 искаю который мы возим да на магазины дополнительно с наших партнеров которые производят они видим динамику положительно но сказать что это вот сейчас все мы готовы полностью перевернуться на верно упакованную конечно у нас еще покупатель переходит но постепенно я здесь хочу еще отметить то что как раз это у нас получилось золотоусте мясе уже несколько дней провести ну буквально пару дней провести я хочу хочу сказать что там вообще-то нет отсутствия проблемы там столовых или таких как кулинари и кулинари где вот буквально из-под ножа пельмени это удивило меня я впервые наверное столкнулась ситуации когда при мне прям лепят сразу же варят и отдают это вот как раз парус по моему да в золотоусте парус как раз у них воскресенье в полдесятого утра мы вынуждены были еще и подождать то сам была полная посадка вот поэтому я понимаю что в данном случае конкурировать с такой историей когда вообще из-под ножа и при этом очень недорого то есть это хорошая базовая цена понятно что опять же все от региона зависит но ощущение что у вас там еще на внутреннем рынке надо сильно конкурировать однозначно присутствует теперь про конкуренцию юля как сейчас вообще самом деле я понимаю что в 2011 году вот тот переход спар это с одной стороны вынуждена мера другой стороны это такая хорошая правильное видение будущее дату и стратегия которую вы достаточно вовремя применили как сейчас обстоят дела в регионе с конкуренции в каком плане научились не научились чувствуете что все что должны сделать сделали или знаете куда еще расти и соответственно как видите дальнейшее свое ну как бы свое присутствие на рынке какие магазины собираетесь открывать дальше ну все что касается конкуренции как и везде конкуренции достаточно серьезно достаточно высокая безусловно есть абсолютно все федеральные сети пожалуй только за исключением наверное укея налоги и нет на нашем регионе все остальные сети присутствуют это конкуренция во всех форматах абсолютно помимо этого мы все прекрасно понимаем колоссальнейший рост мелких частных различных как столовых из-под ножа пекаренных очень много различных булочных кулинарии и так далее большой объем кофеин что тоже очень сильно да влияет на наш подход в работе в целом безусловно всегда есть куда расти мы никогда не останавливаемся на достигнутом отслеживаем абсолютно любые тенденции наших конкурентов это помогает нам быть сильнее да я держаться на плаву в общем-то на рынке в каких-то наверное категориях как раз вот собственно производства до является нашей основной фишкой нашим основным якорем и притяжением мы безусловно стараемся быть лучше что касается развития ну наверное здесь как и все прочие региональные сети в этом году мы обратили свой взор на внутренние процессы на историю увеличения вопросов связанных с чистой прибылью с рентабельностью безусловно серьезнейшая проблема с наличием ресурсов трудовых до нас двигает в тему автоматизации и в общем это все проекты крутятся и серьезные вложения крутятся вокруг действующей торговой сети поэтому какого-то большого развития агрессивного развития у нас на этот год не запланировано но в общем-то достаточно большой список тех проектов которые нам как раз сделают помогут организовать определенную подстилку на будущее то есть это и проекты собственного производства и вопросы связанные с автоматизацией в работе персонала и процессы связанные с товародвижения то есть здесь вот такая проектная деятельность сейчас находится юрий полностью погружается да как раз в изучение нашего покупателя конкурентов может быть тоже что-то хочешь добавить я единственное что хотел сказать то что сейчас покупатель уже искушенный то есть он следом имеет три как минимум магазина в которые он может пойти и мы конкурируем продукты то есть магазин как продукт что мы создаем в нем и когда вот у нас допустим есть регулярная работа по отстающим магазинам я смотрю там на эту работу и понимаю что только изменение какого-то продукта нашего внутри магазина она способна прям рывок создать у нас вот один из примеров там магазин памятника курчатова все там перед весным массивом город он просто грандиозный рывок совершил в этом году за счет того что мы подкрепили его производством мы поставили туда печи и пекаем хлеб мы сделали там зону возьми с собой полностью ее заполнили товарами переставили торговый зал чтобы он был более удобный для людей и там у нас если не соврать то трафик там вырос там с тысячи до двух в день ничего себе два раза это на текущей это конкуренции на текущих о чем я как раз вот то что дмитрий говорил я хотел добавить это потрясающе то что там есть продукция производства трафик более стабильный то есть я вот смотрел недавно динамику по погоде и сравнивала с трафиком я смотрел что магазин который на которых есть собственное производство на них погода не очень мало значения а там где его нет там трафик проседать гораздо лучше если как не идут какие-то вот неприятные для для нас всех какие-то погодные условия типа холода или дождя нужно такого тогда интересно более стабильный на самом деле сейчас наличие и умение использовать технологии это отдельная история и мы очень много работаем над тем чтобы максимально проявлять те кейсы которые мы в сетях видим и очень радостно когда на разном уровне и в разных городах в целом эти технологии они действительно пока что приносит результат компании такой у нас получается такой степенный разговор но наверно тему собственной торговой марки бы еще хотелось затронуть потому что еще один тренд который невозможно не наблюдать отдельный момент кстати я только-только закончила поеду мы уже побывали в уфе и соответственно мы там встречались с павлом антипином и генеральным директором торговой сети байрам который как раз у них получилось немножко против тренда потому что готовые да не им принадлежит у них соответственно партнер история с стм они в эту историю там не сильно идут но у них очень до до 50 процентов представляет продукты местных производителей поэтому он вознащает для нас это свой стм да в какой-то мере но у них есть твоя фасовка но не глобальная как у вас стоят сейчас обстоят дела вот да марина уже подсказывает что она сможет ответить на этот вопрос насколько много насколько увеличили за последнее время вообще как поменялось у вас сейчас история со стм знаю что у вас точно он есть стм у нас представлен в нескольких брендов каждый закрывает свою какую-то функцию нишу первый это спарма он основной широкий ассортимент в среднем ценовом сегменте для нашего покупателя 2 это выбор дня он относится больше к низкому ценового сегмента то есть наш покупатель может получить товары по более доступным ценам ценам чтобы закрыть его потребности следующий это смарт доступная цена и с установкой на качество на стиль и последнее это спарнейчера он относится больше к продуктам которые качественным свежим из натуральных ингредиентов сказать что большую долю стм я не могу около пяти наверно процентов сейчас у нас занимает и как в матрице так и в товарообороте не могу сказать что мы с ним он идет сейчас в развитии он находится нашел свою нишу нашел своего покупателя и мы можем предложить нашим клиентам им доступные товары которые закроют его потребности я правильно да допомним здесь просто мы же в рамках оператива спара имели возможность привозить стм с совершенно другого уровня и вот мы много раз обсуждая стм с коммерческим директором пока подбираемся к тому вопросу что стм это что-то не копия того что есть с более низкой ценой это что-то с добавленной ценностью и то что отличает нас от других для нас такое стм может в россии его пока производить наверное очень сложно это надо как бы быть открытыми интеллеру и производителю искать какую-то вот такую штуку мы наверное этим будем заниматься а в европе это уже было и мы имели возможность доступа к этим товарам и он был прекрасен когда вот еще помните курс так упал резко да а сейчас ситуация она в обратную сторону это просто экономически не целесообразно поэтому как бы вот развитие мы планируем но как бы так будет здраво да то есть с одной стороны нам важно конечно принести товары другого уровня но сейчас просто не найдем этих потребителей потому что цена не конкурентно но на самом деле еще тема стм немножко затрону действительно у вас все таки такой продукт собственно торговой марки который принадлежит сразу многим и в принципе так или иначе там я москве увижу спорник волги да там знаю в омске другое там если где-то подключились где-то нет а не возникает ли желание все-таки свое вот самому делать чтобы там у спарма спар молния появилась на самом деле мы этим и занимаемся в том числе то есть есть и своя как бы линейка у каждого российского там да партнера спар в том числе есть отдельное там да направление стм именно с местными как раз региональными поставщиками и как раз в той или иной степени да вот вы рассказывали опыт да сети байрам вот наверное мы похожи на них потому что у нас наверняка процентов 50 да там свежей еды это местные поставщики и конкурировать условно поставщику с поставщиком и предлагать что-то там собственно либо дешевле но с худшим качеством но либо дороже то же самое нет никакого смысла и скорее всего вот то направление которым сейчас занимается юрий с коммерческим нашим директором Ваниленко Олегом это поиск действительно какого-то уникального продукта который действительно можно будет назвать брендом спар но на сегодняшний день это как раз вот те полторы тысячи скаю собственного собственного производства да под маркой спар шеф отдельно отмечу что спар шеф очень ярко проявлено в магазинах и для себя галочку поставила молодцы честно потому что я все время как раз когда мы работаем на мероприятии собственного производства как конкурент преимущества торговой сети одна из болей производственников да это то что продукт произведен а в магазине он там скажем не очень-то и заметен мы сегодня еще погуляем посмотрим и видеорепортажи позволят немножко вам показать как именно устроены ваши магазины еще еще есть такой момент который следующий тренд мы точно должны отметить и проговорить я понимаю что мы находимся с вами там географическом центре России сейчас и вот как говорите кстати у вас там есть запад и восток конечно у нас есть не запах и восток европа и азия что круче чем запад и восток да вообще хороший такой вопрос да мы сделали проектов в магазинах вопрос кто же мы больше азиаты или европейцы и как правильно как потому что азия ну как бы азия она как прописывает для обычных людей это что-то такое яркое такое прям сочное бросающееся в глаза да а европейцы наоборот технология технологичность такая такая интересно да а кстати мы всегда занязались здесь наверное это было а вы по ассортименту заметили кстати говоря вот эти истории про корейскость нет я думаю что это больше чем у других тренды есть общие был тренд восточная кухня во всей стране у нас появлялась какие-то корейские так же товары у нас они так же появлялись не сказать что больше или меньше в меньшей степени чем в других регионах ну все что касается именно нашего уральского региона ну безусловно это наверное большое потребление выпечки да какая-то история связанная с беляшами какая-то история связана с пирожками безусловно пельмени блины вот это в общем-то все и называется ура да по поводу еще одного тренда все-таки омниканальность и онлайн вот как у вас устроена сейчас история с интернет-магазином во что верите во что не верите как реагирует потребитель ну онлайн это как бы часть нашей жизни то есть мы мимо него не можем пройти поэтому у нас есть партнерство с гермаркетом мы в рамках этого партнерства имеем определенный товарооборот который нас устраивает да то есть он на уровне в принципе там всех отраслевых показателей с точки зрения собственного онлайна как такового прям нашего мы тоже думаем мы периодически считаем финансовую модель пока мы не видим за ней доходности поэтому у нас есть уже там очень глубокий уровень проработки того продукта который мы хотим и понимаем сколько он стоит для нас важно понимание будущего будущего вообще в принципе как такового то есть нужно понимать бизнес должен понимать может ли он инвестировать позволяет ли это ну как бы ситуация да в целом пока как бы проект по расчетам убыточные вот замещаем мы его по работе с нашим партнером работают и мы там в целом удовлетворены можно лучше там мы смотрим что можно еще подкрутить но вот плюс мы запускаем собственный стол заказов на продукцию собственного производства это сервис который позволит покупателям из ассортимента того что мы производим в магазинах заказать для себя определенные наборки еды и забрать это производство вот в целом мы понимаем что он не канальность она не только онлайн она и про взаимодействие с покупателями поэтому мы тоже используем все эти современные каналы в прошлом году поздно конечно но мы запустили наше мобильное приложение мы сейчас его развиваем но пока еще не то что мы хотим вот потому что много еще предстоит делать у нас там есть ограниченные ресурсы но мы делаем его как бы и видим в нем будущее и предъявляя что еще там будет вопрос а что там чего и как у нас на сегодняшний день примерно около 30 тысяч покупателей пользуются нашим мобильным приложением вот мы используем разные платформы и андроид там и Apple и iOS да в общем ну как бы есть еще куда-то то есть за год 30 тысяч за год это где-то с сентября с октября с прошлого года 10 месяцев да то есть ну как бы там мы понимаем ожидания потребителей то есть основное ожидание вопросов конечно не хотят там витрины вот но витрина у нас где-то связана с онлайном мы понимаем что нам нужно сначала до конца определиться там есть на самом деле другие вещи которые клиентов интересуют это вещи связанные там со списками покупок с рецептами и так далее поэтому там мы движемся все в разработке и я думаю что это просто для нас вопрос времени что там нас лучше устраивать очень интересно понимать что проект который ну вот все он у нас ритейл там больше 30 лет развивается да то есть вот сайта 25 лет в следующем году и получается что вот ровно около пяти лет нам нужно было набрать ну чтобы мы появились это вот действительно нужно было чтобы люди начали производить контент в конце концов чтобы было о чем писать а мы здесь мы еще видим такое что за последние там 25-30 лет волнообразным образом развивались какие-то технологии просто для кого-то стоит пропустить серединку и взять самое лучшее да и в принципе очень многих сейчас ровно тот момент когда ты наиболее современный условно телефон берешь себе в работу и ближайшие 5-10 лет там 5-7 лет ты с ним можешь замечательным образом работать в принципе я так предполагаю что у вас как раз та стратегия в какой-то мере очень рациональный подход то есть мы конечно считаем деньги конечно считаем деньги и мы не вступаем в какие-то авантинные вещи с непонятным результатом у нас очень тщательно идет отработка инвестиционных проектов и в этом участвуют собственники финансисты и руководители подразделения мы как бы со всех всех грани сторон смотрим что мы можем получить если профиль совсем мало ну просто смысла нет пока нужно еще подождать да это непростая задача очень многие конечно принимают решение вопрос о сервисах какие сервисы вкладываетесь вот эти ценностные сервисы ради которых люди выбирают вас безусловно это удобство в виде самообслуживания это кассы самообслуживания весы самообслуживания то есть все что может каким-то образом задержать покупателя сервис сервис дополнительно есть тема связанная с собственным производством да это подготовка рыбы нарезка мяса подготовка свежего фарша и так далее в общем-то Юр какие у нас еще есть сервисы здесь вот я просто до конца не понял вас потому что сервис это слишком большая короче штука которую можно по-разному да одно из на одном примере в том направлении или нет мы понимаем что развивается индустрия возле с собой мы на нее пройти не можем да то есть это уже норма жизни для определенных людей и это как бы фактор привода людей по другому случаю то есть есть у потребителя какие-то новый сценарий он обычно ходит закупается вечером а мы вводим новый сценарий на перекус и начинаем играть на другом немножко рынке короткая петля да ну это как бы короткая петля и с другой стороны все в одном месте где я начинаю от сэндвича и салата и всего заканчивая горячей выпечкой промежутки между мной мышцами где-то удастся зацепить кофе аппарат чай вместе зашел это все взял и пошел это как бы определенный сервис с помощью которого мы с одной стороны понятно что увеличиваем товарооборот но мы и работаем с другим сценарием клиентов и вот мы сейчас как бы один сценарий обработали это возьми с собой мы начинаем более транслировать на наши другие магазины развивать потихонечку расширять с определенными ограничениями там где у нас есть и соответственно мы понимаем что вот эта история она как бы работает и поэтому а подобных сервисов ну как бы много есть еще сценарий который должен прорабатывать ну так не пишет давайте одну такую еще все-таки мы эту тему уже закрыли немножко затрагивали невозможно ее все-таки более серьезно не поговорить про текущую проблему которая есть у всех а именно нехватка сотрудник нехватка специалистов и соответственно какую дополнительную мотивацию принимаете чтобы удерживать сотрудника вот какие-то такие вещи и вообще принимаем периодик коллег со стороны на подработку вот какими средствами сейчас закрываете эту задачу чтобы ну все-таки у вас сервисный магазин вам приходится быть чуть-чуть выше чем просто чисто магазин да мы тут все вместе собственно расскажем да каждый в своем направлении ну на сегодняшний день все что касается нехватки персонала это безусловно такой общий тренд да он касается не только ритейла все что касается потребностей в сотрудниках она растет от года в году это ощущается все серьезнее и все что касается и демографической ямы да там и безработица которая там катастрофически падает в общем то количество кандидатов да на рынке оно приводится к нулю порой вот наша ситуация как бы да она немного плачевнее чем в остальных регионах мы все-таки находимся как я уже рассказывала да на Урале что это заводы потребность рабочих мест на заводе растет безусловно есть достаточно серьезный конкурентный уровень заработной платы и сотрудники так или иначе естественно ходят туда сюда обратно и пытаются найти что-то лучшее для себя безусловно как справляемся с этим ну безусловно это дополнительные источники привлечения да это какие-то моменты связанные с активностями в интернете и чат-боты и реклама и таргетинг в общем то все что здесь каким образом можно привлечь да собственно сотрудников безусловно есть вопросы связанные с привлечением того персонала с которым ранее не работали это люди свыше 55 лет ограничения на самом деле у нас уже сняты несколько лет и мы работаем с несовершеннолетними насколько позволяет нам законодательство привлекаем сотрудников с вузов вот Дмитрий уже рассказывал да там с сузов и так далее в общем здесь такой активный поиск активное привлечение безусловно это гибкий график работы подработки в общем все что всех кого можно привлечь мы пытаемся это сделать может быть что-то еще добавит да Юрий Дмитрий со своей стороны получается что там с точки зрения HR во-первых мы понимаем сегодня что это очень острая проблема тут как бы с точки зрения внутренней составляющей то что то о чем мы часто говорим это как бы ну что важно для сотрудников нашей компании конкурентного уровня зарплаты и личность руководителя это как бы прям очень-очень важные моменты поэтому розничная сеть в первую очередь сосредоточена на в том чтобы научить руководящий состав более оптимальным способом взаимодействовать с сотрудниками чтобы это было ну как бы достаточно хорошим уровнем потому что иногда сотрудник он связан как бы с неправильным отношением руководителя там неправильным менеджментом это очень важно дальше это история связанная с удержанием то есть мы в этом году запустили скидку целях питания сотрудников на предприятие это очень неплохо мы видим что это реально очень востребовано люди могут со скидкой приобрести продукт собственного производства но при этом при всем там у нас и продажи на наших сотрудников включая не только производство но и в целом другие товары которые у нас есть вот потом мы пересматриваем вещи связанные с историей связанные как бы там как бы это правильно сформулировать с корпоративной культурой с корпоративной культурой мы пытаемся как бы с одной стороны переосмыслить то что нужно делать внутри и то что делаем снаружи с точки зрения маркетинга недавно мы закончили работать над брендбуком новым там все что важно для людей сделать фотосессию наших сотрудников там в прошлый четверг и теперь как бы будем полностью обновлять свое маркетинговое предложение на рынке работодателя ну да это тема которой внутри ком да все вот это нужно заниматься чтобы люди все-таки чувствовали себя принадлежным не просто классической постоянной работе не то что они все-таки часть большого коллектива конечно сколько у вас сейчас работает человек свыше трех тысяч свыше трех тысяч и это действительно такой коллектив нужно который там все время держать в тонусе и объяснять почему же вместе нужно работать особенно учитывая что у каждого своя мотивация для кого-то важно там не знаю от восьми до пяти четко быть на работе для кого-то важно быть вот действительно каким-то активным человеком который там соблюдая баланс да мы понимаем что уже обратно по дороге сейчас людей больше не будет и поэтому основной фокус внимания у нас перемещается на автоматизацию у нас этот год это автоматизация для освобождения людей как бы внутри предприятия с тем чтобы направить их в другие вещи которые нам нужно делать и там очень много историй я думаю что тебе потом расскажете потом более подробнее там важно людей больше ну как бы чем сейчас их есть кроме как автоматизацию и удержание в ближайшей перспективе ему вероятно что что-то есть работаем да как вы можете оценить сейчас рынок Челябинска вообще Челябинск ну как бы южно-федерального округа есть ли на нем место для новых сетей региональных там в случае я затрону ну судя по тому что новые сети приходят разбиваются в основном это формат у дома для каждого из сети находится свой покупатель и безусловно здесь очень важно как правильно уже коллеги до меня сказали найти свою нишу Юрий также да рассказал о том что наш покупатель он уже настолько разбалован что наверняка приход очередного игрока это возможность в первую очередь для покупателя вот вы говорили сегодня о сервисе да а что такое сервис для покупателя это возможность выбора на территории Челябинска области этот выбор для покупателя огромен когда конкуренция увеличивается потому что ты стремишься лучше там и везде работать каждый раз начинаешь думать ну как бы таким вопросом а зачем как бы покупатель к нам приходит да вот вот как мы вот эту проблему ну как бы решаем да это важно потому что если он к нам приходит он же к нам не просто набор товаров приходит он же к нам с этими товарами потом делать будет ну то есть чем больше конкуренция тем больше ты должен погружаться в эти вопросы тщательно вопрос зачем и соответственно и скорее из этого при главе какие то берем решения если вот именно все таки тему еще дискаунтеров затронуть как вы смотрите вот команды на тему дискаунтеров все таки это один из тех трендов которые вы еще не обсудили ну безусловно дискаунтеры сейчас пользуются большой популярностью по понятным причинам и если говорить опять же про уральский регион в том числе да там большую долю рынка занимают дискаунтеры ну я бы наверное здесь выразила свою точку зрения это все таки история федеральных сетей и безусловно мы все знаем успех там лидла да и так далее есть конкуренты которые хорошо работают качественно работают в этом направлении но если говорить про непосредственно направление спар готовы ли мы открывать дискаунтеры могу точно сказать что нет все таки мы за уникальность мы за фишки мы за то что нужно покупателю на сегодняшний день как раз нужен сервис готовая качественная еда ну и дополнительно удобства тех магазинов которые он посещает знаете сейчас я люблю очень иногда делать такие качели федеральные которые туда и туда идут одновременно это вырежут нет это останется на самом деле я приятно понимаю и все время говорю о том что если вы хотите играть в грудь с каунтеры думайте о том что вас должна это отдельная команда делать конечно безусловно это сто процентов там путать историю очень тяжело вам я уверена да те кто отвечает за ассортимент удержать вот эту историю фокус и еще как сделать балансировку людей в головах на тему ценности и простого какого-то простой истории да и вот это ну и я просто это вижу регулярно когда пытаются и то и то сделать но это действительно тяжело ну и уже в завершении наверное моменты если говорить про те социальные инициативы которые вы как региональный гроб проявляете в вашем регионе можете что-то такое отметить ну особенное да что у вас напряжение уже десятилетия идет надо об этом рассказывать на мой взгляд мы понимаем что там у бизнеса есть определенная социальная ответственность поэтому мы какие-то вещи делаем но мы об них не рассказали это наша позиция есть проект корзина добра да марин поможет так он называется собственно как и у прочих сетей да которые пытаются помогать незащищенным слоям населения безусловно есть какие-то подшефные истории вот ну мы как правило это просто деды пытаемся из этого сделать какой-то пиар мы просто помогаем всему нашему ну скажем так если будет что-то дополнительно рассказать может быть тоже увидим это в магазинах я постараюсь на это отметить потому что я все-таки из тех людей которые считают что о социальных инициативах нужно рассказывать это одна из самых трудных вещей которая поддается пиару комфортному пиару да и я точно знаю как человек в свое время закончивший факультет социальной педагогии психологии знаете эта тема которую крайне трудно проявлять за исключением каких-то уж явных специальных каких-то вещей не все любят в эту историю красиво вкладываться и наверное знаковые проекты про которые могли бы рассказать которые в которые верите которые вкладываетесь но если есть что дополнить вот именно чем бы вы хотели поделиться с отрицей что является особенно интересным и вдохновляет команду на текущий момент времени безусловно это автоматизация этих процессов и помощь в работе персонала да собственно с учетом отсутствия трудовых ресурсов нам так или иначе приходится в эту историю двигаться я напомню уже да о чем говорила ранее это кассы самообслуживания это весы самообслуживания это проект отрывные ценники безусловно история связана с недоброжелательными покупателями да это умные камеры безусловно сейчас мы также тиражируем этот проект ну и пожалуй одно из основных направлений которые так или иначе мы понимаем что придется реализовывать да это наверное проект фабрики кухни каких-то в общем-то централизации и так далее у нас безусловно был проект мы были на стадии его завершения но в общем-то нестабильная экономическая ситуация да нам к сожалению не дала возможности его реализовать вот вопрос не только в нестабильности даже и в отсутствии части да там оборудование которое просто сейчас тяжело так скажем приобрести купить и так далее ну в общем то приходится меняться это новые процессы новые технологии новые подходы знаете я могу пожелать только успехов и энергии для того чтобы те процессы которые те проекты которые вам запущены они успешно завершались правильными результатами коллеги вот так экспедиция ритейл прогуливаясь по магазинам и офисам ритейлеров имеет возможность все-таки рассказать чуть-чуть подробнее о том как вы проживаете каждый свой день вот и чуть-чуть сфокусировать внимание на ваших регулярных задачах ну что до встречи в следующих эфирах смотрите видеорепортажи которые мы записали здесь в Челябинске и продолжайте читать ритейл.ру и смотреть наши видеорепортажи и и и и и и Продолжение следует...